проверяю резонатор на 4 мегагерца на микросхеме 7 4 hc hc 14 вот по этой схеме тут резистор 5 кило тут резонатор на 4 мегагерца вот он теперь где-то контакт не контакт сила графе сила грамма на выходе видно скважина с немножко побольше чем детайм вот одна клетка на микросекунда то есть 0,1 микросекунда и вот прибором замерить частоту можно один на минус второй на выход пропал там сигнал контакта нет минус может подключил плюс грамма вот 3,997 мегагерц либо резонатор тут неправильно немножко частоту показывает то то есть не 4 мегагерца ровно либо тут прибор немножко неправильно откалиброванным показывает 3,997 мегагерц либо это микросхема как-то влияет мне кажется микросхема не должна влиять и и и и и и Вот так. Все равно могу проверить 8 МГц резонатор. Например 12 МГц или вытянет микросхему. Может резистор этот нужно поменять на меньшее сопротивление. Что там показывает? Примерно по клеткам 8 МГц. Хотя тут резонатор на 12 МГц. Ну а что прибор покажет? Не, вообще до 10 МГц мерит. Вот такая целограмма. Тут уже больше делить нельзя. 50 наносекунд клетка. Опять она так пропала. Вот 7,8 МГц. 7,9 МГц. Опять сконтакт. Отцепился. Тут 6 Вольт стабилизатора напряжения. Вольт стабилизатора напряжения. Опять отцепился. И тут контакт неконтачен. Четвертая ножка выходит. 5,9 МГц. Нет, что-то нет контакта. Частота плавая, мне кажется, она плавает уже в микросхемы, не может вытянуть такой частоты, поэтому она не тянет до того, что резонатор на такой частоте. Вот где-то на 8 МГц тянет. Но стабильности нет. А тут написано 12 МГц. А вот включу на самом деле, где 8 МГц резонатора. 7,889. Вероятно, этого резистора нужно уменьшить сопротивление, а то он так не работает. Вот неправильно показывает. Ну и на 4 минуты. МГц опять. Опять контакта нет. Вот да на 6м. Да, всё правильно. Откручиваем. Опять не работает. Может что-то сгорело. Не знаю, что-то может не так подключилось, что-то перегорело. Вот, заработал. 3,997 МГц. Это 900 кгц. 700 на 300. То есть на 30 кГц вроде бы ошибается. Нет, на 3 кГц. Кратнул 5 кГц резистор. Может 500 Ом резистор. Пропал сигнал. Может сгорела микросхема. А вот когда подобрал резистор, 500 он вставил всё-таки. Тогда заработал он на 11,84 МГц. А на самом деле его 4 МГц резонанс. То есть нужно ещё правильно подобрать резистор. Иначе он неправильно заработает. Не на своей настоящей частоте. Теперь вообще не работает. Вот вытащил из часов. Ну где-то таких, там немножко других наручных часов. Вот такой маленький резонатор. Вот. Вот такая частота вот и есть. 32,75 кГц. Вот из циклограмма. Только вот этот какой-то это может что много тут всяких проводов. И тут уже резистор стоит где-то уже несколько сотов килоом вроде. или может миглом даже. На других резисторах уже не работает. Вот, например, этот где-то. Он где-то там десятки кило. На нём не будет работать. Ну а касаюсь резистора. Вот так циклограмма меняется. Вытащу её. Его поставлю. На нём не хочет работать. Кто-то пробует, но как-то не то всё. Видимо слишком сильный сигнал для таких частот. Таких низких частот. Вот что-то там получается. Но это когда я руками держу. Вообще на 7,4,0,4 там даже резистора не надо, кажется. Вот. Включу. Вот тут есть такая схема. Эксиде на кварце 6 МГц. Вот, 50,10. Он тут два резистора, но тут они низкоумные. Поэтому может как-то стабильнее от наводок. И на 7,4,0,4. У меня, вроде бы, не сразу запускается. Подключил питание. Включил, и она вот не запускается. Нужно тут, но после некоторого времени запустилось. Ну, может тут что, много всяких проводков. Всё держится еле-еле. А тут был побольше квартный. Я в предыдущих опытов его, похоже, спалил. Ну, вроде бы, на 38,39 кГц. Может тоже 32. Это тоже из ручных часов. А то этот очень маленький. Его там трудно и очень припаять ножки. Может стабильность не такая высокая. может он токи не такие большие держит меньше более не так устойчив к наводкам может с таким кварц питание опять отключу подключу сразу не работает после некоторого времени начинает работать туда резистор 2 мегаома вот посмотрю сколько этот мегаом резиста 424 килоома посмотрим как с ним а тоже не запустилась машины уже не запустится а похоже не запустится уже тут подергнуть по всякому только тогда запуска может что стабилизатор на на 6 вольт и потом может попробуй 5 если он у меня есть 5 вольт стабилизатор вот основные стабилизаторы это на 5 вольт и на 12 вольт вот запустилась вроде как-то не стабильно нормально как-то очень долго запускалась на 5 вольт вольт если ты смеешься чем ваш дирかった Вот, опять запустилась, только очень долго почему-то. Вот, попробуем опять свой стабилизатор. Он опять, вроде, быстрее запустился. Такие колебания сперва были, а потом там вид поднялась. Вот теперь попробую над этим, который 2 килоома резистор, то есть 2 мегаома. Или на нём запустится. Вот, на нём тоже. Сперва колебания, синус, потом вид, вот так быстро достаточно. В общем, значит, тут очень большого резистора не надо ставить. То есть с малым сопротивлением, чем побольше, тем быстрее запускается. Так как тут он резонатор, то может его и не собьют наводки. Тут нужно просто, наверное, заэкранировать это всё поместить в такую баночку от лимонада. Вот в такую баночку от лимонада. Тогда наводки должны меньше проникать к микросхеме. Частота 32,75. Сколько я не мерил, она всегда такая самая. И это тоже то самое должно показать. Смято и Certificate А нам это тоже такое извиняюсь. Здесь, очень интересно, как и круто. Смято и не знаю. Ух, это действительно покажу. Ух. Ух. Ух, ух, ух. Ух, ух, ух. Ух, ух. вот такой конденсатор между плюсами минус чтоб лучше было поставил конденсатор и поставил вот резистор где-то 10 кило по моему вот на 10 кило не может разогнаться я читал что резонаторов добротность может быть где-то или тысячи или десять тысяч очень большая вот поставлю это 400 килл 400 к нему же дольше будет разгоняться нам ожидать лучше устойчивее к наводкам приближу чтоб показать процесс развода и и А кто-то тут не нравится. По переднему фронту какой-то. Как-то его убрать. Вот вроде бы удалось его уменьшить, добавив конденсатор между второй ножкой и минус 56 пикофарда. Вот выбрал его. Может другие емкости еще сильнее уберут его. Вот так вообще он пропал. Это между четвертой ножкой и минус. Посмотрю ли частота не уплыла. Но не должна. 32,75. Теперь никакие качеры не должны ничего сбить. Тем более если заэкранировать это. И подать теперь этот сигнал на ТЛ. Только правда тут выход слабоват. Кто-то может еще придется усилить транзистор. Вот так вот. Все, попробуем на 10 кВт резистор. О, запустилась. Тут уже все искажено. О, запустилась. Ну, 2 мегаома по стороне. Ну, как красивая. О, запустилась. Четвертые минусы. Сперва он хочет вроде бы резонировать на конденсаторе, по частоте. Потом все начинает на резонатор. Ну, и 5 кВт тоже поставлен на всякий случай. И не запускать. Ну, вот так запустилась, но тут частота совсем не та. Уже перестала. Что-то непонятно тут происходит. Что-то непонятно тут происходит. Вот, опять запустилась. На конденсаторе, видимо, частоте на резисторе. Поставил между первой ножкой и минусом конденсатор. Частота 3,167 МГц. Ну, а 400 кВт он, наверное, на пустах. Чем долго затухает. Войс загружается быстро. Потом еще долгие запухания идут. Звенит гаммертон. Звенит гаммертон. Попробую на другом резонаторе. Он может изгорел, а может и нет. На нем тоже работает. Может, даже намного лучше запускается сразу. Может, мощнее. А конденсатор убил, если бы. С конденсатором вроде бы не запускается. Возьмите гаммертон. Возьмите гаммертон. Возьмите гаммертон. Возьмите гаммертон. Возьмите гаммертон. Возьмите гаммертон. Ты ж запускаешь. Подустим частоту посмотрю. Частота 52 кГц, может он всё-таки попортил тьму, чтобы вытратилась стабильность, потому что прыгает частота. Какая-то слишком высокая, он должен без конденсатора работать, опускаться. Поставлю 2 мегаома чазиста. Что-то не запускает. Может быть он и перегорел. Когда сам экспериментировал в предыдущих опытах, там что-то вроде бы даже звук был слышен, как он там сгорел. Такой хороший. Большой. На 10 кг посмотрим. Поехали. 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 Что-то не ток даёт, что надо. Одна, похоже, сгорела, не буду тратить временно. Вот выпаял другой резонатор из других часов, вот из этих разломал я их. Это выпаял кварц на 12 МГц, вот этот, похоже, не рабочий. Вот как работает. Частоту теперь замерю. Какого-то в квартире частота 32,76 кг. Немножко выше. Немножко выше. Немножко выше. У этого кварца даже без того конденсатора нет. Нет, нет тех спереди таких больших, как у того, тут этих. Есть там что-то, но не такие большие. Немножко выше. Я бы их вообще убрал. Между минусами первая ножка, конденсаторы, а теперь на второй гармонике работает, то есть на третьей гармонике. Похоже тут не надо никаких конденсаторов ставить. Выберу, надеюсь выбираю ничего не короткнул. Ну а 32,76 с конденсатором не то. Попробую между четвертой ножкой и минусом поставить. Конденсатор, вроде бы тоже не работает, нет генерации. Попробую 400 кОм поставить. Резистор. Тоже нет генерации, выберу этот конденсатор. О, появилась генерация. Турбал. А, нет. Что-то на кадр. Не очень хорошее. Видимо, надо 2 мегаума. Что, иногда она не хочет? Ему смогут накатать. А наверно резонатор отцепился, ножка там в контакт. Еле держится, ножки тоненькие. Вот, теперь лучший контакт. Вставлю 400 кило. Вроде бы частота поднялась. Ну, 193 кило. В общем, что-то не то происходит. В общем, не работает. В общем, тут может контакт. Вот, на 2 мегаумах вроде бы нормально работает. Ложена 32,6 кило. То есть 32,76 кило герц. Вроде бы все нормально. Вот в старых часах стоит тоже вот опять большой резонатор. Вот такие старые часы в спорт. Желковато вытащивать силы. Ну, если не будут работать, может тогда придется вытащить. У меня тут куча разных часов. Мне отдали вот. Хорошо, что не выкинул. Тут полно резонаторов на 32 кило герца или где-то на 32 кило герца. Вот, сделал двухплечевой генератор на кварце с помощью ТЛ-494 и микросхемы ТЛ-7414. Вот это вход, выход из ТЛ-7414. Такая осциллограмма. Вот покажу выход от ТЛ-494 на одном плече. На выходе два плеча есть. Контакты где-то соединились. Конечно. К USB. Вот так. Хорошо. Ну, что ли здесь? Вот, это на выходе L494, а то, что внизу, это видимо какие-то наводки, что много очень проводков, даже когда TAIL-ка подключена нормально, у неё всё равно внизу такие есть. На выходе 12 вольт, потому что TAIL-ка питается 12 вольт стабилизатора, а на входе 5 вольт, на выходе этой лошади 5 вольт, потому что 5 вольт питается без стабилизатора. А вот на выходе нужно частоту померить, должно быть 32,76. 16,38 по глазу. 16,38 по глазу. 16,38 по глазу. А тут 32,76. А тут 16,38. Ну, она видимо один сигнал для одного такта использует, другой для другого такта, поэтому тут в два раза ниже частота генератора. Ну, в общем, придётся по шпулу делать резонанс, настраивать на такую частоту именно, достаточно низкую. В два раза заниже, чем частота генератора. Генератора. Стрельнивая за устойчивость от изнутри. Не надо знать, чем частотые генераторы. Стрельнивая за учителей, не надо ли об этом. Эта работа. Профильмоприльмоприльмоприльмоприльме. Вот видно, что повыше частота. Ровно в два раза ниже. Ничего страшного, если 10 метров индук тормотать. У меня только 20 метров или 19-18. Будет трудно делать резонанс. Придется либо сложность уменьшать, либо что-нибудь. Помотать все хорошо. Хранировать хорошенько. Какую-то железную коробочку положить. Их нужно вывести через коаксиальное соединение на питание драйверов. Уже драйверы тоже тут сделать. Уже драйверов вывести просто на транзистор через коаксиальное соединение. Тогда, может, никакие наводки не будут поступать. Частота вообще не будет плавать пуш-пуш. Теперь это надо сделать. Мне больше бы нравилось на СМ-4. СМ-4. Я думаю, может, в таких блоках сделать, чтобы можно было потом заменить СМ-14 на СМ-0. Потом этот блок припаять к СМ-14. Таких платок тут поломать. Вот одну такую платку, например, на СМ-14 сделать. Другую на ТЛ. А потом СМ-14 убрать и к ней подставить. А 0,4 вместо нее поставить к ТЛ. Потом такие ножками припаять их друг другу эти платки. Либо все на одной плате можно делать. Вот тут я что-то делал. Вот я радиоприемник хотел сделать. Тут все равно ничего не получилось. Эту платку можно сделать. Тут вообще-то я бы мог бы вместить две эти микросхемы. Просто как-то не очень приятно, когда все так очень сжато. Потом что-то поменять труднее. Вот это оголенный фонарик. Я потом из него генератор, повышающий преобразователь делал. Вот тут мог бы все поместить, но нужен 5 вольт стабилизатор. Я для других целей его теперь хотел использовать. Либо, думаю, съездить и купить эту 0,4. И 5 вольт стабилизатор за раз еще. И резонаторов может больше прикупить. Высоковольтные полевочки. Нужно полочку сделать вот тут. А то тут много места пустого. Не объективно так. Там есть такая штучка. Это потом я поставлю. Кажется, надо на одной платке все сделать. Потом можно будет прикупить. Это вроде бы слишком большая, но верю. Вот на это все нужно будет сделать. Только теперь либо 6 вольт стабилизатор нужно использовать, либо прикупить 5 вольт. Мне 6 вольт не хочется, потому что на самом деле нужно 5 вольт. Зачем 6 вольт стабилизатор. Как вариант, нужно тут телевизор разобрать, там вытащить на 5 вольт наверняка будет. Но там много времени понадобится, чтобы его разобрать. Он вообще-то рабочий. Несколько не хочется рабочий портить. Все валится. Деталей пока нет. Самой пачка ген. Вот тут такая платка побольше. Тут она приятнее. Можно, когда она побольше, можно еще что-то доработать. Но только она в ту балку не влезет. Такая большая. А там что? А это у меня... Это гун по схеме Дали. Но... Вот у меня тут... Вот тут я сделал на ГАШ-ЦТ. ГАШ-Ц не работали слишком медленно. И ГАШ-ЦТ они побыстрее. Поэтому очень много промучился, пока я запустил наконец-то. Купил ГАШ-ЦТ. ГАШ-ЦТ. Тут 5 вольт стабилизатор стоит. Отсюда можно было бы взять. А то теперь так и не используется. Я столько много тут с ней учился. Оказалось дело в микросхеме. Я думал, что где-то что-то ошибку сделал. Это драйвер. Два драйвера на плече. Либо может собрать генератор какую-нибудь схемку найти, где не нужно этого 5 вольт стабилизатора, который на автогенераторе работает и на кварце. Либо где-то поискать. Либо где-то поискать в этих играх. Их может где-то найдется. Вот еще тут полно всяких схемок наделано. А это для генерации на 1,32 вольт стабилизатора, чтобы из прямоугольника сделать импульс. То есть для пачкогена как-то. И потом этот импульс можно качером промоделировать. А это у меня генератор. На 7,4 вольт стабилизатор. На 5 вольт тоже стабилизатор. Он очень как бы наводки ловит. Если его экранировать, то может так он очень нестабильный. Вот такую платку паяю. Припаял резистор и резонатор на 30 кГц. А это стабилизатор напряжения пожертвовал. Который один остался на 5 вольт. Вот еще осталось. Ну и все, больше ничего не осталось. Тут уже осталось проводки только подпаять, потому что схема простая. Вот. У меня припаял инсиатор. Тут 10 микрофарад 63 вольт. Тут еще 100 нанофарад между плюсами и минусами. Но этот резистор 82 Ом, который в плюс входит. Зачем перезагружать этот стабилизатор? Тут токи все равно малы. Там будет и как фильт заразный. И спасать будет стабилизатор от перегорания. Если что не так пройдет. И фильтровать помехи немножко будет. И не так перезагружать стабилизатор. Хотя он тут не будет перезагружать. А теперь можно проверить. Вот это последняя микросхема. Больше у меня вроде бы их нет. Если она сгорит, тогда переделаю наверно на 7,4 г.с. С0. У меня их очень много. У меня их очень много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА подключать питание на корпус плюс вот через этот резистор если искр нет значит нагрузка небольшая если выбрал теперь на корпус на четвертую ногу нет ничего посмотреть все на выходе какое напряжение микросхеме идет последнюю ногу не припаял микросхеме к седьмой ноге минусу не был подведен провод искр нет никаких больших так отключить вон сигнал есть Он всё стабильно. Теперь частоту проверить. Не стабильно она. 32.76, как тогда было. Возвращение. 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 Синий. Возвращение. нормально теперь можно тыл паять там совсем мало энергии надо пытая через 82 ом она же все нормально а когда будет 24 вольта вообще мне интересно 12 стабилизаторов много есть может не прямо кто-то подпаять тогда нужно будет переделать новые сделать там все уже там по перепаивал может и зря ко мне должны прийти вообще-то стабилизаторы 12 вольт поэтому я надеюсь что не придут быстро мне кажется может и не примут все могу тот пушку переделать как бы хочется все чисто сделать тут более компактно все на одной платке сделать вообще тут не драйверы еще можно было бы уместить не транзисторы которые для пушку открывают закрывают тогда это все поместить его примерно вот в такой экрану ничего тут не просочилась какую такую коробку железный высок дно изоленты там заизолировать не касалась такой косяк выявился только на определенной скважинности 20 км резистор после там 5 вот этот 5 кило на ту 20 кило и только на определенной скважинность есть это генерация она вообще скважинность не меняется в одну стру сторону ходит на плюс другую сторону ходит на минус только в одном месте есть где держится поэтому я наверно то свое видео удалю где-то говорил как сделать из однотакта на двухтактных что скважинность и не регулируется параллельно тому резистору 500 кило зеленому впаял 200 он думал может страшность будет меняться на как более широких пределах теперь работает на скважинность не меняется просто когда пропадает время увеличилось вот тут удваивается такие всякие появляются и и и и и и и и и наверно сразу одно так нужно было делать все бутылки вот 33 ножка есть там что-то написано осциллятор может и чтоб подавать на нее и потом из прямоугольника делала двухтакмах не знаю для чего третья ножка или может что прерывать генерации вроде бы там первые ножки там прерывают этот поковырялся вот что вот такую скважина сделать она была постоянно когда легко можно по-всякому сделать будет меняться только частота а вот что-то скважина срегулировалась то никак не удается сделать бывает она как-то только криво регулируйте что полноценно от 45 до 0 такого не происходит поэтому видит это дело придется оставить и включается такую скважинность маленьк ну так как частота достаточно низкая получилось уже такая сложность и хорошего что-то маленько не будет плавать может тоже хрюш в эту 12 раз хотел жертвовать то стабилитрон поставил на 12 год будет где-то 30 процентов ну общем как и надо как некоторые говорят что надо 30 процентов не больше 30 процентов сейчас замерю скважинность где-то 30 процентов показывать то что надо вот на одном канале вот один канал и вот вторую канал теперь чистоту замерю шестнадцать тридцать восемь это как раз 32 76 2 ниже вот и теперь возьму диоды проверили второй импульс они то есть работают не одновременно вот от этого подам плюс то есть плюс не сможет на этот пойти этого плюс может открыть правда плюс пойдет на минус то есть нужны два диода чтоб чтоб только плюс мог на стиллографить в общем вот сделал плюс плюс нужно было бы на минус что-то так как от странно но вас плюс идет такая целограмма это с 1 0 4 8 4 4 8 с другого диода С другого вот почему-то такая чёткая идет с целограммой. Может он перегоревший? ER-508 470 470 Не знаю почему такие целограммы, но вроде бы все нормально. Не буду проверять. Был бы двухлучевой целограмм, можно было бы проверить. Вот это плюс, это минус пойдет. К общему минусу транзисторов это два сигнала. Нужно подключать место. Только нужно сперва настроить на 16 кГц. Как-то конденсаторы подобрать. Но на 16 кГц очень много будет потреблять. Нужно, наверное, будет ставить вот этот грушок. Тут по 8 витков на плечо, а тут по другой. Ну как скважинность мало, а может и ничего. Так. Тут у меня, наверное, достаточно высокая частота теперь. Так, Tesla мы сначала выключим. И включаем push-pull. И включаем push-pull. И включаем push-pull. Так смотрю. Тоже включено. Колечко теперь можно подключить. Стеллограф, который частоту показывает. Так будет. Вот, включаю. Вот тут 44 кГц, он показывает. Вот такая частота там где-то и есть. Такая вот высокая. К тому, что индуктор 9 метров. Вот, подключил горшок через три витка. Потому что, когда через эти витка подключаю, тогда очень большое потребление на такой частоте. Для 10 метров индуктора это очень большое потребление. Вот, и рыбки заодно появились. Горшок трещит. Я только подключил. Сцеллограф параллельно конденсатору от этого стокового колечка. Это тоже рыбки показывает. Это такую большую билиберду, потому что он не может синхронизировать. Этот как-то лучше ему удается синхронизировать. Вот такие вот. Вот такие вот. Более-менее. Но их тут куча. А тут, похоже, резонанс. Какая-то частота. Лампа еле горит. Потому что и скважина маленькая. И тут только вообще два витка было. Вот этого. Адриана Днейсеры. Тоже у него вот так горшок пищал. Хоть он говорил, что 32 кГц. Это позже. Просто могли эти рыбки появиться. И он начал пищать на нижней частоте. На самом деле там полыше частота могла быть. Вот 20 кГц резонанс. Значит слишком высоковато. Вот этот резонансный конденсатор отключу. Потому что тут будет мешать резонанс находить. Нужно на 16 кГц настроить. Сначала хочу без него попробовать. Вот одну только лампу подключил. 116 Вт. Скважинность где-то такая. Так, 19 кГц. Уже близко 16 кГц. Скважинность где-то 35-30 процентов. Там будет 27 процентов. Просто мотаю тут побольше витков и все вырастет потребление. Просто надо тут еще добавить. У меня от этого Вима конденсатор ножки толстые припаяло. Отрывалась ножкой. Не нужно было паять такие толстые ножки. Хороший конденсатор. Я, наверное, потом зачищу и как-то подберусь к ней. И опять припаяю. Только, наверное, уже тоньше проводом. В этот конденсатор прибавить можно. Опять рыбки прошли только уже. Нет нагрузки, они по-друге. Другие уже. Тут вот рыбки. Такие как бы полурыбки. Такие странные. Вот тут тоже рыбки есть. У меня несколько другие. Они вообще-то похожи. Достаточно похожи. Так, тут триггер нужно поднять. Уже будет лучше синхронизация происходить. Немножко уменьшить. Я уменьшить. Так пусть будет. Середину немножко поднять надо. Вот примерно как и на той силограмме. Только не совсем полные. Но это без нагрузки, без нагрузки. Видимо легче получить. О! Вот такие рыбки. Немножко там другие. Вы похожи. Наступил я на это все. А тут засинхронизировалось. А тут даже четко засинхронизировалось. Полушарики. Вот у меня больше похоже как вот тут. Такие полушарики. Это просто наводки на пушку делается. И он частоту изменяется. И поэтому если на затворе посмотреть там тоже. Будет он скважинность или частоту изменяет. Поэтому ползает от резонанса. И получаются такие рыбки. Вот эта силограмма с выхода от L494. Вот такая. Вот видно некоторые такие как бы ярче. Это как бы пропускается они как-то. Поэтому получаются вот такие. Видимо она выключается временами. И поэтому такие рыбки получаются. Как бы раскачивается, раскачивается. Потом она пак и выключается. На некоторое время. Потом нужно опять силы, чтобы все это все раскачать. Или что-то такое. Вот видно. Тут вот. По две такие вот. Одна и другое. Наводкой это сбивает как бы колебания. И вот такие рыбки появляются. То есть резонанс качается нормально. Нормально. Потом вот такая появляется одна с другой. И она сбивает резонанс. И все. И сбивается резонанс. Все уничтожается. Потом опять разгоняется. Вот рыбки появляются. Кажется, что это продольная волна. Никакая не продольная. Просто наводка. Добавил тут конденсатор. Вот еще такой. Вот ничего не менял. Вот уже такие рыбки. Как они любят. Появляться эти рыбки. Вот может вот тут конденсатор. Если тут между плюсами и минусом поставить. Его подключить. То может они пропадут. Ну пусть будут. Теперь у них нет времени. Все. Вот другие рыбки. Сколько их тут много. А какие полушарики. Вот тут не могу чистоту найти. Потому что эти рыбки все мешают. Мне надо резонанс и частоту найти. еще кое-какие рыбки покажу. Вот такие рыбки. Ну и хватит. Частота 17 кГц. Уже близко к 16 кГц. Там было 16 кГц. А вот тут какое чистото. А 25. Теперь 17. Они как-то на 17 залипают. Не могу нормально резонансно. Вот поставил тут конденсатор. Один микрофарад между плюсом средней точки и минусом транзистора. И вот пропали эти рыбки. Вот кручу. Нет никаких рыбок. Вот зашкаливаю даже. Вот резонанс на 18 кГц. Мне нужно на 16 кГц. Вот установили конденсатор. Припаял тоньше провода. Теперь поставлю и амплитуда должна вырасти. Вот выросла. Уже ближе к резонансу. Видимо еще недостаточно микрофарада. Вот еще прибавил. Но амплитуда не в самом резонансе. Но на нагрузку подключу он все равно немножко ползет. Повысится поэтому может как раз будет. Вот самый резонанс. Там вот 17,2. А я настроен на 16,3 надо. Теперь 16,35. Вот. Все равно чистый синус, потому что это близко к резонансу. Просто реактивные токи не такие большие будут. Теперь можно будет подключать тот пушпул. Может я потом это сделаю. Потому что сегодня и так уже много всего сделал. Вот такая силограмма на индукторе отрезана. Набавил еще один виток в резонанс на 17 кГц. А теперь 16,36. Нужно еще конденсатор добавить, чтобы полностью ввести резонанс. Он добавил еще конденсаторы резонансные. Теперь резонанс на 16,54 с этой нагрузкой. Это уже очень близко к резонансу. Вот. 16,32. Немножко. Редукшн 16. Вот. Даже не хочет попасть на этот резонанс, но залипает. Вот. 16,14. Вот. Это близко. Работает на резонаторе. 16,38 кГц показывает. Вот. Вот. В общем-то я померил. Частоту было 16,37 и не 38. Раньше вроде бы 38 показывало. Вот это на токовом колечке такая солограмма. еще был отцепившись вот этот конец может когда раньше не было того когда рыбки были потому что я когда поставил этот конденсатор еще заодно заодно оцепился вот этот конец и может поэтому пропали рыбки этот снабер дремпфер оцепился и благодаря нему может пропали рыбки не то что я этот конденсатор ставил может ни при чем хотя ему бы ставил вставил мы все равно пропали рыбки того что вот этот я отцепился когда этот вставлял может быть и потом можно включить качеры посмотреть ими от качера будут уходить замерил скважинность одном плече 30 процентов на другом плече двадцать семь запятая девять процентов частота 16 и запятая 37 16 килогерц 37 сотых кажется там был вот этот резистор отцепившись поэтому ключ генератор я думал что такое происходит нехорошо припаян теперь все стабильно на плечах разная разная скважинность потому что тут разно немножко способы примененное управление тут резистор например между затворами и стока другой там другой вот так работает на квартире генераторе вот синусоида на колечке 16 38 показывает кило герц вам достаточно стабильно 16 , 38 1 килогерц иногда немножко прыгает скважинность 50 процентов вот это на затворе одного ключа там уже наводки выбросы всякие идут там тоже в там там вот тут один конец щупа до другой конец щупа прицеплен вот такая осциллограмма как бы возле реактивные токи ловится почему-то не синус и треугольник теперь частоту подрегулировать уже нельзя на стиллограмме вот синус такой более-менее синус вот прицепил только один конец щупа вот такая осциллограмма тоже треугольник второй вот она индукторе вот тут уже синус более-менее без нагрузки то будет почти чистый синус вот эти выступы это на верхушках скважность малая пробую посмотреть где тут транзисторы открываются где закрываются вот эти вот такие наверху что-то что я не знаю вот видимо тут транзистор открывается тут открывается закрывается не знаю как был бы двухканальный тогда можно было бы второй канал на затвор постить посмотреть где тут открывается где закрывается мне кажется вот в этом месте где верхушка открывается потом такой спад почему-то идет потом вот тут закрывается открывается закрывается закрывается ок Может и не так ли? Теперь осталось тест включить. Вот тут хоть сильно кварц, но тут, видимо, надо все заэкранировать. А то, когда включаю Теслу, наводки сильный пруд. Вот я выключу. Может тестиллограф еще сниму, чтобы не так наводки пришли. Тут еще заземление. Вот она идет тут. Потом тут может как-то получше надо сделать. Ну вот, Сахограф отключил, теперь включу. Немножко добавил еще землю, вот пять метров на минус подцепил. Вот тут вот провод подцепил и чистоту поменял. Тут феррит выкрутил. Теперь, наверное, видимо, работает не совсем в резонансе. Вот слабо горит. Тогда хоть более-менее хоть какие-то наводок, хоть каких-то нет. Вот. Уже как на Сергея рукой водишь, что-то все трещит. Аксеретик попробую засунуть. Потом нужно как-то попробовать заэкранировать. Вот когда привожу к генератору, начинает скрипеть. Надо его попробовать заэкранировать, чтобы никак не влиял. Заодно можно убедиться, или этот экран действительно что-то помогает или не помогает узнать. Или возможно это заэкранировать. Как пока видно, ничего не помогает. Вот это, наверное, в резонанс взял. Вообще тут бесится. Граната не заземлена, поэтому попробую такую защиту поставить и заземлить. Или поможет это. Хочет стоять. Ужить немного. Немножко и помогу. Теперь уже более-менее не скрипит. Если все в коробку железную поместить, то, наверное, еще лучше будет. Вот так этот корпус зацепил за минус. Вроде бы вот так уж не скрипит. Вроде бы помогло. Но тут ни шестифиляр, ни заземленный, ни индуктор. Ничего. Вот вроде бы Tesla в резонансе работает и не скрипит. Раньше бы все тут скрипело. Ферид засылаю. Тут частота стабильная примерно 16-30. Там что-то прыгает несколько. Турцовом это цвет. Турцов Амбон. Турцовый. 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 Там, что-то там. Турцовый. Турцовый. Здесь нигде и скрипит, не так сильно, а тут от резонанса ушла. Выключу пока пушку, а тут нет у меня переключателя, нужно среднюю точку отключить. Очень настроенный резонанс. Оттуда что-то видно. Вот около резонанса, потому что на самом резонансе большое потребление очень. Вот когда приближают до 5 ампер доходит потребление, потому что в самый резонанс уходит. Какая длинная нога тянется. Чистота какая? Этим прибором чистота лучше. 1.9 МГц, 1.9.6.1. 1.9 МГц, 1.9 МГц, 1.9 МГц. 1.9 МГц. 1.9 МГц. 2.9 МГц, 1.9 МГц. Пока Тесло выключу и включу, по школе всё будет нормально работать. А теперь включу Тесло. Несколько есть наводок. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С видите, Дима Тесло от выз较 шлифтёр От резонанса ушла не особого, но тоже нагло выключено немного более-менее все работает вот 1636 особо чистота не плавает вообще как бы не плавает пушку на резонаторе но никакой прибавки нет может нужно подбирать частоту может на качере было бы проще там перед заслуживаешься всякому двигаешь теперь надо постепенно индуктора двинуть вот и на лодке силе подвину перед в общем тут я уже не знаю что делать наверно надо сперва закранировать мератор получше потом только можно что-то делать вот я от нас нужно провести коаксиальным кабелем как на этих транзисторов и тут эти управляющие транзисторы тоже тут припаять чтобы только шло чисто уже к транзистору потому что это все в коробку алюминиевые или железные вложить потому что никаких наводок минимум все наводки свести потому что может вот тут наводок нет но уже вот тут они появляются если у меня на той таки вроде бы таких не было сильных наводок все так трещало то это значит что-то генератор скорее на генератор идут наводки они они на вот это управление уже это цель моя вот пальцы приближают начинают к нему вот вот этот сам генератор на квартире видимо самая сильная чувствительные наводками его нужно самое лучшее экранировать что всякий мусор не проходил может нужно коаксиальным кабелем подвести к управлению где старых они так как тут вот засунул банку алюминиевые сперва сделал ту дырку но тут слишком далеко потом тут дырку что-то эта дырка тут будет проходить волны немножко нехороший вот у нас все нужно было какой-то крышку мы сделать через маленькую дырку все проводки за провести корпусы заминусовать минусовал минус лучше было бы этот минус привести к микросхеме чтоб он как ближе был микросхем минус той которая на кварц вот никакого влияния удалось все-таки экранировать может и есть какое-то влияние но на не сильный 16,38 показывает ну теперь перед сумму посмотрю как то в свою ничего не происходит вот тут где потребление вырастает до на 6 ампер это просадка напряжения идет поэтому то лампу притухает блоки питания просадка напряжения но теперь никаких нет наводок никаких поскрипываний удалось все очень хорошо заэкранировать генератора кварцевый но эффекта нет прибавки нет 16,38 частота вот 1,9 кГц можно как бы феррит далеко загнать может побольше тут может феррит и понизить частоту понадобится этот осциллограф чтоб смотреть резонанс на том то не посмотришь на этом это низкочастотный забыл еще вентилятор вкрутить для тесла охлаждение включить радиатор очень сильно нагрелся этот удержать нельзя хорошо что я его выключил пусть отдохнет этот радиатор немножко остынет либо пока выключен теслу включу только push-pull вот 16,38 вот 16,38 вот 16,38 на 32,76 ну какие должно быть кварцевый резонатор. Вроде бы там 75 было, где-то у меня есть. Какие там кварцевые резонаторы, где частоты для часов. 32 килогерца и 32,768. Это одна из популярных частот. Кварцевый резонатор. Мегагерцы 0,0 32,768. Такие у меня 32,76. Там уже и 8, но прибор не показывает. Часы реального времени РТЦ рассчитаны на двоичное деление частоты до 1 Гц. 2 в 15 степени часы используются в недорогих часах и маломощных микроконтроллерах, работающих в режиме экономии энергии. Вот этот, может быть, был бы более лучше. На 32 килогерца ровно. Тут вот 16,38. Там немножко прыгает. 36,38. Это, видимо, салограф не может очень точно померить. На него слишком высокая частота. Вот 38,1 показывает. Во! Я умножил на 2 и получил 32,76,2. А тут 32,76. Т.е. почти всё совпадает. Радиатор остыл. Остыл уже. Немножко теплее. Тут вообще комнатная температура. Может, немножко чуть выше комнатной температуры. Вот потребление 24 вольта и 2 ампера. Напряжение померю. Наверное, всё-таки там 25 вольт. Может быть, тоже и больше. 26,39. Ну, тут через 120 вольт. Всё он резистор ещё питается. Вся эта микросхемка. Потому что с этим микросхемки. Потому что там нет этого регулятора напряжения на 12 вольт через стабилитрон идёт. Идёт 120 вольт. Потом ещё 60 вольт. Как раньше говорил, резистор идёт всего 180 вольт на стабилитрон. На 12 вольт. Иначе греется резистор, если просто 61 вольт подать на 26 вольт. И на 12 вольт стабилитрон слишком большой ток получать. Даже если стабилитрон подать. Чё это тесла? Вот. Ток вырос до высоты 5 ампер. Чуть больше 5 ампер. Где-то 5,3 ампер. Теперь напряжение просело. Тесла в таком режиме очень много. Ну, тут с вентилятором. Тут может ничего опасного не случиться. На транзистор Тесла. В 23,70 вольт просело напряжение. Тут вроде бы тёплый. Но это, мне кажется, и нет, что ток он бьёт. А может тут как-то потери идут на проводе. Нужно немножко резонансовать. Так она тут. Вот стилограмма. Тесла. Вот рядом висит щуп. Так, сейчас замерю. Тут 16,38,1 немножко придет. Но это Тесла тоже не может подсчитать. Он то и то пробует посчитать. Вот 1,944 МГц. Теперь веду феррит и опять найду резонанс. Я сперва немножко отойду от резонанса. Вниз. Вверх нежелательно идти вверх. Потребление растёт как-то. Вот и шёл. Четыре с половиной около ампера. Общее потребление. Вот и амплитуда даже выросла. Потому что когда вверх идёшь, тогда потребление растёт. Как бы мощность не растёт. Поэтому лучше всегда вниз от резонанса уходить. Вот. 1,7 МГц. 1754 МГц. Вот тут какие-то рыбки, то есть модуляция появилась. Акцеллограф не может передать слишком низкочастот. Вот приближая лампу, потребление растёт. Потому что частота резонанса приближается к частоте генератора и потребление растёт. Театр горячий. Театр горячий. Театр горячий. Смотрим. Смотрим. Ничто дает генератораrina tonight. Так, scissors & clip. Смотрим. Театр горячий и все на торце. Театр горячий. Возвращаем. Возвращаем революции. Чувствуется как что-то вроде бы сильно греется. видимо радиатор 1754 каждый раз чтобы не каждый раз чистоту не не смотреть и вот тут поставлю приборы может он всегда посмотреть чистоту показывать вот почти 5 ампер 4,7 где-то на 1754 пилогерцами теперь пойму вниз еще 1733 можно на 1700 поставить вот резонанс вроде бы поменьше стало но все отведу 1700 на 1702 килогерс вот посмотрю где максимальная амплитуда на какой частоте вот этот генератор то тоже желательно от регулировать от генератора который цифровой на квартире вот докрутить смотреть где растет амплитуда максимально будет тут уже подросла 1807 тут 1885 но еще больше подросла тут как-то уже чувствую что она от наводков частично работает потому что одна когда выше другая ниша потребление вот меньше 4 ампера но она может ученству так здесьテонанский где-то 1885 тебе покупается но moim Еry видите Scorpion он в амплитуды будет Все начинает падать. Тут 1922. И потребление чуть больше 4 А. Вот такой пластмассовой отверткой регулированной наводки не наводит. Нужно и этот генератор заэкранировать. Но тут больше волоки с ним. Тут такой большой все запихивать. Вообще вот эта часть до сюда полезная, а вот эта вся лишняя часть. Для другой цели он предназначен. Вот эта часть, чтобы импульсы создавать. Дальше начинает падать. Вот 1743 кГц. Тоже даже не может словить чистоту. Слишком слабая. Вот ближе к контейнеру щупы положу. 1746. Потребление 2,5 А. Теперь вверх подкручиваем. Можно вот тут остановиться. Тут уже более-менее в резонансе 1816. Можно еще подкрутить. Но на самый-самый резонанс нежелательно. Там как-то уже начинают сильно потребление расти. Наводки наводится на сам генератор Tesla. Вот еще поднимаю. Амплитуда 1851. Еще поднимаю. Вот тут даже горит. Все. Они вот тут еще. Тут уже видно как-то от наводок она работает. Потому что одна выше, другая ниже. Вот тут максимально где-то амплитуда. Употребление 4 ампера. 1922. Вот лампа возле горшка горит. Можно немного вниз идти. вот 1910 ну еще можно ферритик засунуть он там и так засунуть какой он горяч как он нагрелся так теперь от резонанса все ушло вот это он видимо и грелся что там пластмасса даже плавилась начинала может смердеть дотронуться до него нет видимо такой частоты не может переварить но это конечно на больших токах ему греется так буду значит поднимать частоту теперь бисерита будет выше частота понимаю вот уже близко к 4 ампер 2041 килогерц вот она больше на большем расстоянии горит потому что видимо добротность выше может эффект стоячей волны еще как-то действует мне кажется добротность потому что лишь перед и все-таки не очень наверное цена такие частоты начинают греться и у них потери происходить может он слишком маленький трансформатор и тоже греть это вроде бы еще не весь резонанс но на все может потребление очень сильно вырасти вот понимает вот 5 ампер выше 5 ампер а амплитуда меньше потому что выше здесь у нас на частоты нет смысла заходить вот тут где-то 4 и 1 ампер где-то вот самая максимальная амплитуда и может видимо передать чистоту тесла поэтому она еще выше стала поэтому такие древизны появляются так феррит уже остывает все равно горячий вот этот может попробуй может он не так будет греться побольше теперь буду понижать чистоту и находить самый резонанс вот тут там дальше может бы еще поднималась но там просто ток начинает расти и падать напряжение то на то выходит падать блока питания напряжения поэтому он уже не начинает амплитуда понижаться поэтому может это не полный резонанс еще вот так это и хорошо мой блок питания как бы защищает от перегорания транзистора так мог бы тогда их 8 ампер бы дойти токи был он сгорел бы так-то это транзистор вот тут тоже вот горит может немножко похуже добротность но не так сильно хуже в 1749 килогерц немножко происходит наводка на генератор тесла но пущу до 1700 вот амплитуда так сильно не упала частота вот сильно понизилась 1703 килогерца теперь 1704 это немножко наводки на генератор происходит потому немножко меняется моего мы тоже желательно закранировать ну вот я тут крутил частоты разные могу еще подняться никаких вспышек нет если бы там нужно были бы кратность то могло бы это попасть на кратность но тысячи семьсот тридцать три тысячи пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто тут уже до 5 теперь доходит за 5 минут нужно уходить нужно вниз уходить вот тысячи семьсот тысячи шестьсот семьдесят восемь вот амплитуды тоже не так уж сильно и упала ток упал до трех ампер где-то чуть чуть меньше трех ампер теперь ну вот если бы бы сделать dds генератор на цифровой тогда можно было бы по каждому герц крутить и не было бы на водоке вы может совпали вот тетелька тетельку как говори но руслан может бы произошел бы умножение энергии так тут но тут генератора частота плавает лучше вообще-то делал накачки у него как-то получалось тоже частота вообще как плавает все у меня камер батарейки показывают что быстро закончится что-то много разговаривать не буду но транзисторы и радиаторы так немножко теплые но это наверное надо заканчивать и и